Рождество Начну я, пожалуй, с уже законченных работ. В прошлом видео я уже показывала эту шапку. Эта шапка связана из стопроцентной шерсти от Navita, Navita И тогда же я сказала, что хочу связать еще одну такую же шапочку, но с меньшим отворотом из красной Navita ровницы. И, собственно, пока я ехала в поезде, я начала вязать шапочку эту и по приезду быстренько ее закончила. В общей сложности у меня ушло где-то 3 часа неспешного вязания на эту шапку и получилось довольно мило. Я ее назвала шапкой Жак-Ива Кусто, потому что она мне очень напоминает ее по цвету и немножко по форме. Носить ее можно и без отворота. Я уже попробовала. Можно немножко так подгибать и тоже отлично смотрится. Ушло у меня чуть больше 150 грамм, то есть 3 моточка и еще буквально немножко на эту шапочку. И хочу сказать, что обе шапки связаны по мастер-классу от Даши Голубевой. Первую шапку я вязала еще в конце октября-начале ноября во время болезни. У меня была уже куплена пряжа на подобную шапку и хотел связать что-то очень простое, без заморочек. И вот мастер-класс Даши Голубевой идеально подходит для тех, у кого не очень большой опыт вязания крючком, потому что мастер-класс очень доступный и понятный. Все подробно объяснено, как все вывязывается, как вывязывается каждая деталь. И также очень хороший базовый мастер-класс для того, чтобы связать подобную шапку, как у Даши, но уже из той пряжи, с которой хочет сам человек связать. И я использовала его как раз для вот этой шапочки, но у меня не 4 клина, как у Даши, а 6 клинив. Шапочка связана с 6 клинов, поэтому клинив она не такая острая, не с такой острой макушкой. Но все равно она мне очень нравится, она очень теплая. И она, наверное, рассчитана, вот эта шапка конкретно у меня, где-то на минус 15. Минус 15 градусов. Тогда она не колется, идеально носится. Когда потеплее, она покалывает. Вот эта же красная шапочка, да, она связана с пряжей потоньше. И вот как раз сейчас на погоду, когда минус 4, минус 5, она очень хорошо носится. В общем, все, кто хочет связать себе простую шапку, но интересную и стильную, очень рекомендую этот мастер-класс. Ссылку я прикреплю. И второй проект, который я покажу сегодня, это вот такой свитер, это долговяз, который я вяжу для своей мамы. Мама сама выбирала и модель, и пряжу, которая будет использована для этого свитера. Пряжа 70% шерсть, 30% полиамид. Производство Турции. Произведена она по заказу для S-группы в Финляндии. У меня связаны на данный момент спинка и перед. Вяжу я рукава. Мне осталось связать буквально только окат. Вяжу сразу на двух спицах рукава. Так вот они сейчас выглядят. Второй рукав не буду показывать. Связаны они... Вяжется свитер по модели, которую я уже вязала. Эта модель взята из журнала Сабрина. Такой же свитер я вязала для себя. Связан он из 100% шерсти от Навито. Это Навито Йоки. Можно, наверное, видеть, что у него есть вот такие вот небольшие переходы. Я когда начинала вязать, подумала сначала, что это брак. Но оказалось, что это сама пряжа сама по себе такая. Она идет с переходами. 100% шерсть. Он практически нигде не закатался. Отлично носится. Я ношу его и в офис, и в город под куртку. И одеваю даже, так скажем, в походы. То есть какие-то прогулки на улице, под куртку, под ветровку. Отлично носится. Очень теплый, очень комфортный. Поэтому решили мы маме связать точно такой же. Надеюсь, что им понравится. Когда будет закончен, постараюсь показать его. И третий и финальный проект, который сегодня я покажу в видео, это еще один свитер, который снова долговяз. Но этому долговязу уже 4 года. Он лежал в другом доме. И вот он приехал ко мне. Это тоже свитер для мамы. Снова мама выбирала модель сама и выбирала пряжу. Пряжа это Навито Налли Тайка. С классическим носочным составом. 75% шерсть, 25% полиамид. Нравится мне расцветка. Такие красивые осенние цвета. Может быть, не очень хорошо на видео виден узор. Это вот такие вот ромбы. Симпатичные. Но сейчас, когда я смотрю на этот проект, все, что я понимаю, это то, что, наверное, я все-таки плотновато связала на слишком тонкие спицы. И думаю, что, может быть, я его распущу и перевяжу на спицах потолще. Новый год вот уже наступит через пару дней. И у многих начнутся длинные выходные с приездом гостей. Порой бывает так, что гости уже на пороге, и нужно что-то по-быстрому приготовить к чаю. Я предлагаю для таких случаев быстрый рецепт традиционного финского рождественского печенья, который называется Йолу торту. Или по-другому, рождественские звезды. Главная фишка этого печенья совсем не в ингредиентах, а в его подаче. Итак, давайте готовить. Для того, чтобы приготовить нам такие печеньки, нам понадобится всего лишь самое обычное слоеное тесто и также сливовый джем или мармелад. У меня будет вот такой покупной мармелад. Не домашний. Выглядит он вот так. То есть он довольно густой. Можно использовать также варенье, но если вы используете варенье, я крайне советую добавить в него крахмал, а также, возможно, и в джем. Потому что в противном случае у вас ничего не останется в серединке самой печеньки, а всё расплывётся живописно по противню. Я покажу, как делать классическую, традиционную форму для этих печенек. Нарезаем тесто на квадраты. У меня они уже прямоугольники, поэтому мне нужно всего лишь разделить его на две части. И далее делаем надрезы по диагонали, не дорезая до середины. Вот таким вот образом. Ну и вторую сразу сделаем. Ну и далее всё очень просто. Мы просто загибаем один край к центру и немножко проминаем. Вот таким вот образом. и формируем наши звёзды. Первая. Вторая. Получаются вот такие симпатичные звёздочки. Таким образом наряжаем все наши квадратики и формируем из них звёздочки. И покажу ещё одну форму для Йолу торту. Она пользуется меньшей популярностью, менее традиционная, но тем не менее может быть использована как оригинальный способ подачи. Для этого нам нужно надрезать тесто в уголках, не дорезая до центра. Все четыре угла. Таким вот образом. И после этого мы загибаем края уголки к центру. И у нас получается вот такой симпатичный цветочек. Далее следует самая простая часть. Это наполнить наши серединки джемом. Для этого просто ложкой аккуратно помещаем джем в серединку наших печенек. Все наши печеньки готовы. Теперь можно отправить их выпекаться. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов. И будут запекаться они до золотистого цвета. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok